Человек бессмертный Мы все помирать будем А что там будет? Или в этой жизни колбасить только можно? У вас ни семьи настоящей не может быть Ни друзей Одно предательство, блуд Ну так, разве нормально? Мы еще раз говорим Мы пришли с великой миссией Показать вам Что Бог посылает своих слуг нас Чтобы мы оповестили вас Господь умер за нас И прощение грехов дает даром Ты только помолись и встань на другой путь Господь ждет нас По любви своей Ни разу не молюсь Если мы близко были знакомы Вы бы по-другому вели себя Я в тюрьме сижу, дед У нас большой ютуб Можешь зайти на него Посмотреть Канал Ну у нас просмотров Вот у меня Канал у меня Нету здесь А вы ее читали когда-нибудь Тоже нет Как же так? Это послание Бога О Христе Что Христос умер за нас Воскрес И зовет всех к покаянию Чтобы нам после смерти Не в аду быть А в раю Я понял Спасибо У вас какие вопросы есть Духовные О спасении души? Я в тюрьме сижу А в тюрьме Ну что тюрьма Остается Я тоже сидел в пяти тюрьмах За слово Божие Я знаю это Надо молиться Молиться надо Вы кто христианин Или мусульманин? Да Кто вы? Христианин Христианин Ну я вам показываю Слово Божие Достаньте Евангелие Попросите Чтобы вам родственники купили И прямо К Богу обращайтесь Ставьте на колени Помолитесь А то можно И священника вызвать В ближайшей церкви Спасибо, дед Потом поговорим Да Ну ладно С Богом Игнатий Лапкин Вы меня найдете в скайпе В скайпе Игнатий Лапкин Мир вам Мир вам Православный христианин Ищу людей с кем побеседовать О Боге Спасении Душе О Вечности Может какие вопросы есть? Да нет вопроса То есть вы не задумывались О смысле жизни вообще? Для чего вы живете здесь На земле-то? Нет, не задумывался А задумайтесь Потому что жизнь короткая В любой момент Жизнь может прекратиться Наша человеческая А там вечность То есть продолжение идет в жизни Только уже вечной Только где вы будете В аду или в раю От вас зависит Ну это я знаю Православный христианин Ищу людей С кем поговорить О Боге О спасении Души О Вечности Может какие вопросы У вас есть? Нет Обычный мирянин Православный христианин Ищу людей с кем Ищу людей с кем поговорить Мир вам Православный христианин Ищу людей с кем поговорить О Боге О спасении Души О Вечности А ты церковный служитель Получается? Я простой мирянин Сегодня был на воскресной Службе В православном храме А почему ты Так ты ведешь службу? Нет конечно Я же сказал Я простой мирянин Прихожанин Обычный Службу ведешь Почему ты Почему ты В рулетке сидишь Тут сиськи Дрочеры И так далее А это же Все от шайтана Я вам объясняю Господь Наш Иисус Христос Так говорит Идите проповедуйте Евангелие всей твари То есть всякому человеку А в этой В чатру летке Люди погибают во грехах Как вы говорите Рукоблудие Там и другие Что-то творят греха Пьют Наркомания Господь к ним и посылает Потому что Господь говорит Я пришел призвать Не праведников А грешников В покаяние Я такой же был грешник 26 лет Я только верил во Христа А так бы я так же Жил во грехе А если бы Тебе 26 лет Нет Я 26 лет Умер А мне сейчас 41 Если бы Меня тоже Верующий человек Не стал говорить о Боге Я бы так Можел Во грехе Давно бы умер От пьянки От какого-то Другого греха А по милости Господь Господь Даровал веру И сейчас Вот я с Богом Живу Не пью Не кулю Не матерюсь Не блужу Как говорится Расскажи А там будет вечность Я сказал ты именно для этой цели Да Я говорю о Боге А там уж как в человеке Я не знаю Как он примет Или он отвернет Услышано слово Божие Или примет свое сердце Как я в свое время это сделал Мы так же делимся Своими ресурсами У нас есть сайт Православный Если вам будет интересно Который форум И на ютубе Мы считаем Что сайт Это тоже Нет Интересно Мы знаем Есть сайт У них даже свой Теоризионный канал Есть сайт Называется Есть Вдыхабельно Есть там Это общественно Общественно Есть союз Есть Как там Я уже забыл название Есть другие То есть Православных каналах Много Даже вам советую Зайти на канал Во свете Библии Называется Игнатий Лапкин Как раз там Много для себя полезного У нас православная деревня Строится Вот как раз Мы там укладываем ролики Рассказываем о своей жизни Как надо жить по Богу То есть Может Что-то где-то Если Евангелия нет Вы можете заказать В церкви Там Какие у вас есть Православные Ничто Евангелие считать Если не считаешь Ты не знаешь Надо чтобы знать Слово Божие Слава Иисусу Христу Слава Богу Верно Вы знаете Кто такой Иисус Христос Ну Это Сын Господа И Бог Да А вот смотрите А у вас такая дома книга есть У меня только детская Библия Ну вы это уже Тоже взрослая Уже можно И Библию простую Тоже Ну да Ну просто Когда маленькая была Сосени дарили детскую Библию Они просто Каждое воскресенье в церковь ездят И Ну как бы Мы думаем Что они И И Еговы Или как-то там Сайны У них Свидетели Еговы У них Свой перевод они сделали Это уже не Библия У них А что-то Непонятное Вообще Ну я знаю Не просто Они раньше нам Мне раньше Подарили детскую Библию Она мне до сих пор Детская Скопа валяется У них Знаете У свидетелей Еговы В Ангелии Подали в суд На переводчиков И в суд их вызвали 5 человек оказалось Они нигде не подписаны Там Но оказалось 5 человек И им дали На еврейском Простые Просто несколько предложений Перевести С еврейского языка И они никто Не смог перевести То есть они даже Не знают язык еврейский А перевод сделали То есть из головы У себя там То что надо Сделали под свое учение Интересно Если я нашла До одного человека А вы здесь И не найдете Вот мы сюда Пришли Как раз таки Для того Чтобы людям Вы же видите Что здесь творится Здесь разврат Один Да Мне можно Это ты Я не такая уж и старая Да Хорошо Тут творится Ты видишь Что И мы сюда Людям пришли Сказать Что за то Что они тут делают Они будут отвечать Перед Богом А Господь всех Призывает к святости Иисус Всех призывает Он говорит Будьте святы Как и я свят И мы сюда зашли Людям об этом сказать Здесь редко найдешь Человека С которым Можно Засвидетельствовать Поговорить о Боге О спасении души Тут такого нету Практически То пьют То курят То голые валяются То мусульмане Больше половины Ну это точно Не, ну я тут встречала Адекватных людей Думаю, тут блин Через день То адекватные Попадаются То одни Ну вы сами Помните кто Которые Перед камерами Ну да Тут Тут вам тут Делать вообще Нечего Мы-то тут Как просто Зашли Чтобы людям Как врачи Их исцелить А тут Общаться Ну не найдешь Реально Не найдешь Тут Тут Помойка Такая Которая Только Возможно Ну да Нет Ну тут Есть такие Люди Адекватные С которыми Можно пообщаться Но их тут Очень мало Большинство Только Перед камерами Нет А у вас Храм то Поблизости Есть Православный Ну как бы Близко Очень нет Но Есть Ну вот А вы там Сходите Приобретите Библию То целую Чтобы у вас Была Она является Потому что Написано Господь даже Говорит Что Да не отходит Вся книга Закона От уст твоих Но поучайся В ней день и ночь Дабы в точности Исполнять все Что в ней написано И тогда ты будешь Успешен в путях твоих И будешь действовать Благоразумно То есть Чтобы нам Душу то спасти Больше ты нигде Не получишь информации Кроме как Непосредственно от Бога А это в Библии написано Потому что Все свое добавляют Все люди Даже священники Они свое То что Ну у них там В голове Они там Какой-то А там То что Бог нам сказал Надо это знать Да я была только Два раза Когда Мощи Святому Матрону Привозили Мы два раза Ездили Прикладываться Ну потому что Там Некоторые проблемы У меня со здоровым Ну мощи Ну мощи это мощи Понятно Ну вы должны Уверовать То что Иисус Христос Есть личный Спаситель Не только Всего мира Но лично Мой Лучно ваш Потому что Каждый человек Хоть раз в жизни Согрешал Он согрешает Вы же знаете Каждый человек Согрешает Может где-то Собрали Что-то сказали Матное слово Может Выражили Может там Что-то В карте Там Гадали что-то Это все чашки И грехи Которые А Бог Господь сказал Что возмездие За грех Смерть То есть Адам и Ева Вкусили плод И все И уже 100 миллиардов Человек из-за этого Погибло Все рождаются Уже грешными И Господь Сошел с неба Сошел Воплотился Через Деву Марию И взял этот грех На себя И заплатил За него На кресте Заплатил За наш грех И вот вы это Должны очень четко знать И уверовать в это И когда вы в это Уверуете Господь Вы если покаетесь То есть Он простит ваши грехи И теперь можно будет жить Уже свято Поэтому Не надо будет больше Грешить Я знаю У меня даже Сестру Евой назвали Двою родную Евой? Да А Ева Знаете по-гречески Зоя Дзоя По-гречески А по-еврейски Хава Ну Ну Красивое имя Красивое имя Ну ее хотели Или Бабушка хотела Или Светой Или Мариной Назвать А потом уже думает Можешь Евой назвать Тетя предложила А муж Евой Бабушка говорит Ну давай Ева Вот Так и получилось Ева Михайлова Ну да А вы знаете Это Ева Как пала Как ее вообще Соблазнил Это дьявол Как это было В раю Помните Ну Нет Не знаю Вроде как То что И яблоко Она съела И потом Что-то с ней Приплашилось Ну да Господь же Человека Первых двух людей Адам и Еву Посадил В раю И сказал Возделывать рай То есть И там человека Не было Тогда не было смерти То есть Животные Друга не убивали Не было смерти в мире Человек был Бессмертный И всего одну Заповедь-то дал Не ешь То есть Было там Древо стояло Познание добра и зла И говорит От него не ешь И говорит В день который ты вкустишь Смертью умрешь И Ева-то ходила там И к ней подполз Змей То есть дьявол Подполз И говорит Прямо человеческим голосом Ей говорит Правда ли Сказано что Нельзя есть Она говорит Да Нам нельзя Притрагиваться к ним А он ей говорит Неправда Говорит Нет Не умрете Она Ну Ева сказала Ему говорит Что умрет Если мы дотронемся То мы умрем А дьявол говорит Не умрете Но говорит Знает Бог Что когда вы вкусите Будете как боги И то есть В этот момент Ева Она подумала Что Вместо того Что послушала Бога Его заповедь Она начала Слушать дьявола То есть Она усомнилась И подумала Что Ну как бог То есть Гордость у нее И она ела Плод написано И дала Адаму Тоже И он ел И вроде Да Что такого Произошло Тогда подумаешь Плод какой-то Просто попал В рот Там Ну упал В желудок Да Там А произошло Произошло Событие Вселенского масштаба В мир В мир Вошла смерть Отныне Все Все животные Стали смертны Все люди Стали смертны Планета Изменилась Все стало Другое И теперь Они на друга Посмотрели И увидели Что они Наги То есть Что они Голые Увидели Они до этого Ходили Это не видели Для них Это Не было Вот этой Похоти У них Не было Этого И они Святые Были Потому что В святости И с этого Момента Они пали И самое главное Когда Адаму Бог Когда Предъявил Уже Спрашивал Что такое Адам Почему ты Прячешься От меня Ну то есть Адам Обезумен Он прятался От Бога Стал Из того Что съел Плод И он Говорит Жена Которую Ты мне Дал Она Мне Дала И я Ел То есть Он Сразу Свалил Вину На кого Не сам На жену А жену Спросил Бог Говорит А жена Говорит Змей Меня Соблазнил Я ела И тогда Господь Дает Проклятие Змею Дает Проклятие Жене То есть Сатыни Человек Стал Рождаться Уже Когда Жена Женщина Рожает Она Боль Испытывает И страдания И Господь И сказал В болях То есть Страдания Будешь Рожать И к мужу Влечение Твое То есть Она Мужа Соблазнила На грех И теперь Она Ему Подчиненной Становится К мужу Влечение Жены А он Должен был Голос Божий Слушать А слушал Голоса Жены Проклятая Земля В делах Твоих Говорит То есть Земля Теперь До этого Все давала Человеку Звери Были За него То есть Они его Боялись А теперь Звери Против него Земля Ее надо Возделывать Ее надо И он говорит В поте лица Будешь есть Хлеб жизни И в прах Возвратишься То есть Умрешь И вот это Проклятие Господь дал Ой Ну не то что Господь То есть Это изрек Смертью Умрешь И они Где-то 900 с лишним лет Он их изгнал Израиля Прожили 900 с лишним лет И умерли И пошли в ад Все до пришествия Христа Все люди И шли в ад Все до одного И Господь Когда воплотился Он сошел в ад То есть Когда его на кресте Убили И вывел Праведников Из ада Вот это Все написано Представляете Вот в этой Все В этой книге Все это написано Это радость Великая радость Что Господь Вытащил нас Из греха Он нам дал Жизнь новую А до этого Люди ожидали Мессию Верующие Они Знали что все Идут в ад И ожидали Мессию То есть Они ждали Что кто-то Их спасет Потому что Сам человек Не мог Не может Себя спасти Он грешит А Господь Безгрешный Безгрешный Если у вас Какие-то вопросы Есть Можете задать У меня Банков У меня бабушка Даже пост Соблюдает Обязательно Сейчас пост идет Надо всем соблюдать Потому что Знаете Церковь установила А она плохого Нам не посоветует Церковь Да Бабушка у меня Соблюдает пост Она вот Когда вот Ну после До Пасхи Да вот Пост идет И она вот До Пасхи Вот она вообще Не мясо Не яйца Она не ест А так и сейчас Она там дает Да Курицу А сама не ест Ну вот Яйца Она мне точно Не дает Ну а курицу Суп с курицевой А сама не ест И вы тоже не ешьте Четыре поста в году Господь установил Чтобы мы Это всего лишь Что всего лишь Надо свое чрево Тут чуть-чуть Просто поджать И все Ничего там Нету такого Страшного Ради бога То что Почему Ничего страшного Это нету А зато Хорошо Вы знаете Что вы ради бога Свою плоть Сжимаете То есть Она вам подчиняться Начнет А сейчас люди Такие стали Вообще Они ничего Не постятся То есть Всего лишь Надо какое-то Убрать Из рациона Да Уже не могут Потому что Плоть тела Взяло вверх Над душой А для этого И установила Церковь посты Чтобы наша душа Была владычицей Над телом То есть Чтобы она Властвовала Над телом Мы что Приказали телу Оно то исполняет Надо не спать Не спит Надо не есть Не ест А не так Что оно нам Ты там Куда хочешь Тебя тело ведет А ты за ним Захотела вкусненько И ешь сразу Ясно Ну ладно Я наверное Тогда пойду дальше И стать Адекватных Удей Вас то как зовут Меня Софья О Софья У меня Че еще так зовут Софья Да благословит Господь Софью Заходите на наши ресурсы У нас в интернете Большие ресурсы есть Запишите их Чтобы вы потом уже Потом не потерялись Вы все Узнаете про Бога У нас православный Этот Ютуб Ютуб канал 43 тысячи Подписчиков Называется Во свете Библии Во свете Библии Библии наберите А не запишите куда-нибудь И расстанемся после Во свете Библии Это Канал во свете Библии Открытым окном Игнатий Лапкин Да, да, да Вот, вот, вот Это Мой духовный отец Игнатий Лапкин И мы Увидите как православные Верующие люди живут Православную деревню строят Как миссионерская поездка По всему миру Людям благовествуем О Христе О Боге Посмотрите Там ответы на все вопросы есть Которые вам Вас будут в жизни касаться Давайте с Богом вам Очень приятно было с вами поговорить Умер за грехи людей И воскрес Как написано в Евангелии А как вас зовут? Да вам зачем это нужно знать Как меня зовут? Просто интересно Да я пришел не ради интереса У меня времени нет Мы должны узнать Чем мы можем быть полезны Друг для друга Я вам сейчас отвечу Все данные Вам это не надо Время тратить только Я из Алтайских края Город Барнаул Лапкин Игнатий Тихонович Мне 81-й год Че получил-то? Ну еще нет Это так только Барабан с горохом Барабан с горохом Почему такой грубый? Я не знаю Не надо ласкаться В саду мы сидят здесь Блудят Убивают Говорят друг друга А вы еще спрашиваете Наркотиками занимаются Разврат идет такой Нашли нежность какую Тут надо во все Во все колокола звонить Что тут делается? Но понимаете Вы говорите Что Иисус Христос Это Сын Божий Или Бог все-таки? И Сын Божий И человек И Бог и человек Второе лицо Троицы То есть все в одном Да? Да Да Не слиянные А вот вы скажите мне А вы скажите мне Если Иисус Христос Болгом Кому Он молился? Когда Он был? Отцу Небесному Как человек То есть являясь Богом Он молился Богу Да? Бога человек Вы слова мои не слышите? У вас никакого понятия Нет о Божестве Он Бога человек Через Деву Марию Воплотился Понимаете Вы говорите Невероятные вещи Когда человек Являясь Богом Как может человек Являться Богом? Так я вам ответил Ответил Вы из греха Вылезте сначала И тогда Бог Просветит мозги Это о Боге Мы не можем рассуждать У нас написано В Евангелии Просветил где мозги Просветил Так сказать Я вас спрашиваю Вы вот эту книгу Вам не просветил Вот эту книгу Хоть раз Считали? Нет? Ну конечно читал Так скажите Пятая сура 66-68 аят О чем говорят? Я же не этот Как сказать Не Хафис Который же О! А там написано Бог Господь Дал вам Инжил Евангелие Вы по нему и поступаете Вот я вам по нему и отвечаю Там прямо написано Послушайте Вот вы говорите Про Евангелие Да? Инжил Да? Да Все верно Но Вы же в курсе Никейского собора Второй Никейский собор Если не ошибаюсь Конечно При котором была принята троица Которой до этого не было Согласны? Не троица принята Вы не понимаете Утвержден праздник Который был с первого дня Победа одержана в 45-м А ввели праздник А ввели праздник Только в 66-м Да что победа в 66-м была? Нет Нет Послушайте Вот этого троица Не было до этого принято Не было такого понятия Как троица И Потом После этого Никейского собора Те кто не принял троицу Они были гонимы Согласны с этим? Согласны Потому что Впереди стояло Что троица Это Если не было А чем бы тогда было Учение о троице В один день Его не насадишь Есть единый Господь Который не спослал пророка Иисуса Иисуса Мир ему Он пророк Бога Господа Но люди Свойственно Людям свойственно Преувеличивать Преувозношение Откуда вы знаете? Откуда знаете? В Евангелии так написано Евангелие от Иоанна 10 глава 30 стих Я и Отец одно Во-первых Вот это вот Как сказать Во-первых Вот это Никейский собор Да Который Да Никейский Потом дальше Дальше Как сказать То есть Вы не знаете Вы время тянете И все Вы вам слушать надо Если не знаете Воскресный день Потом У вас Ваша Библия Она не одна же Началась Ветхий завет Не надо Не надо вам Это дым пускать Значит Есть же Вот есть Библия Одна Одна Ни одной буквы Разницы нету На всех языках Одинаковая И в Старом завете И в Новом завете Есть разница Старый Ветхий завет Он предсказывал Что будет наяву Это подготовительный этап Тень Будущих благ Тень То есть Который из этих двух заветов Скажем так Ну Главенствующий Новый Конечно Новый Новый Главенствующий Да Ветхий завет Он подводил к нему Как нянька Нянька Ребенка подводил Ну это все Аллегории Это не аллегории Так и написано Закон был Где-то водителем Это не аллегория Так написано Это аллегория Как нянька Опять Какой спорливый мужик Так Я вам ответил И к этому не возвращайся Еще толочься Я сказал Написано все Считаем Евангелие Первая глава Вначале Было слово Слово было у Бога И слово было Бог Я вам считаю Ильжил Евангелие А вы его что Топтать ногами будете У вас прямо Сура Пятая сура И прямо Определенно говорит 47 66 68 Аяты Ильжил Который дал нам Господь Тот Ильжил О котором говорится В Коране Это ранее Ниспосланный Ильжил Который вы поменяли На этих соборах Так кто Кто поменял Когда Кто поменял Чего притеж то Люди поменяли Да так мужик Так Ну я тебе сейчас Буду говорить Про вашу книгу Гадости Ты что будешь делать Ты что притеж то Поменял Когда Ни одной Буквы не изменено Господь говорит Небо и земля исчезнут Ни одна буква не исчезнет Че ты говоришь то Так Так в общем В общем ты не хочешь знать Давай Так тихо Так прощаемся Новый совет Прощаемся Все вам ничего не надо Просто сатана Пленил ваш ум До свидания Мир вам братья Здравствуйте Библия Есть такой канал На ютубе Во свете библии Я рекомендую Его посетить Там любой вопрос Жизненный Освещается По священному писанию Вы христиане Ребят Хрещеные Да Ну вот тем более Смотрите Любой христианин Он заключил завет с Богом И он будет судим Именно по библии Каждый христианин Будет судим То есть Когда Я буду судим Или вы будете судимы По библии Когда это ты осознаешь Тебе Ну есть Появляется желание Все таки Прочитать тот закон По которому Ты будешь судим Вопрос Ну да Ну я тоже думаю Что да Понимаете ребят Так что я Я рекомендую Вот посетите Вот на ютубе Ютуб Ну всем известный Там есть канал Во свете библии Забейте И там Много вопросов Там по семейным Там моментам И по разным Моментам Жизненным Освещается Именно во свете библии Ну вот смотрите Я пару слов Зачитаю Думаю Что будет интересно Не переключайтесь Только хорошо Немного Прочитаю Совсем немного Об отношениях Детей с родителями И какие блага Будут Если ты будешь Именно соответствовать Как Господь От нас Ну просит нас Как нам поступать Смотрите Ну тут как бы Повествование ведется От имени отца И он к детям Обращается Дети Послушайте меня Отца И поступайте так Чтобы вам спастись Ибо Господь Возвысил отца Над детьми И утвердил суд Матери над сыновьями Почитающий отца Очистится от грехов То есть вот Уже пошло Будешь почитать отца Очиститься от грехов И уважающий мать свою Как приобретающий сокровище То есть Уважай Уважай мать И Как приобретающий То есть сравнивается Так Почитающий отца Будет иметь радость От детей своих И в день молитвы Своей будет услышан Уважающий отца Будет долгоденствовать То есть Жить долго И послушный Господу Успокоит Мать свою Боящийся Господа Почтит отца И как Владыкам Послужит Родившим Его Делом и словом Почитай отца Твоего и мать Чтобы пришло На тебя Благословение От них Ибо Благословение Отца Утверждает Дом и детей То есть Ваш дом Будет утвержден На камне На основании Ну как сказать На твердом основании Посторон Ваша семья Если будет Благословение От родителей Они будут Благословлять вас А клятва матери То есть проклятие Неважно Отца матери Разрушает До основания То есть Если ты доведешь Отца или мать До того Что Не дай бог Конечно Если она В сердцах Что-то тебе Скажет Мощное Какую-то клятву То Все Пиши Пропало Да Не Ну вот Это вот Это вот Жизнь Это вот По жизни Ну как Интересно Ребят Ну вот Она Библия Вот она И отсылаю К Библии То есть Потрудитесь Откройте Мы будем Еще раз Повторяю Будем судимы И Господь Христианин Кто такой Он завершил Завет с Богом А Господь Нам обещает Жизнь вечную Он послал Своего Сына Единородного Иисуса Христа Чтобы каждый Верующий В Него Не погиб Но имел Жизнь вечную Вот и все Вот и все Как сейчас В России Жизнь вечную Поиметь Жизнь вечная После смерти Будет Мы все равно Все должны Умереть Потому что Возмездие За грех Это смерть Возмездие За любой Грех Это смерть И в чем Как сказать Как сейчас Говорят Фишка Ну я грубо Таким Современным языком В чем фишка Христианства То что Бог Воплотился В человечество И принял На себя смерть А он был Безгрешный Бог Он безгрешный Соответственно И он То есть Все грехи Он покрывает Он берет На себя Каждый И если Мы то Все согрешаем Простые Смертные Да Если мы Обращаемся Ко Христу И говорим Господи Ради твоей жертвы То что ты Пострадал Возьми мои грехи На себя И прости меня Вот Все Господь Прощает Ну и соответственно Когда ты в это веруешь И живешь По Вот По закону Божьему Да Библии Который Все Господь тебя Во-первых Жизни в этой Благословляет В России Как Ну я тоже в России Мы все в России Живем Вот И по смерти У тебя есть надежда Что Господь тебя Возьмет В свое царство Вот А человек Который Приступает Да Закон Божий Ему не светит Царствие Ему только Как Что ему светит Вы же знаете Что ему светит Правильно Он будет отвержен Как-то так И отвержен Уже здесь Ну вот представьте Господь говорит Чти отца и мать Да А ты такой Да что короче Чтить их Короче там Хамишим там Я не знаю Что попало Твориши А он Она взяла тебя Проклянула мать Например Да Все ты попал Ты уже в этой жизни Попал У тебя уже Ничего не будет Понимаете Уже в этой жизни Попал А уже А если ты в этом Не попросишь Прощения у матери Там не загладишь Свою вину Все И тебе уже После смерти Тоже не видать Ничего не видать То есть Слово Божие Оно живо И действенно Все что тут написано Это Ну это реально Работает в жизни Это реально Работает в жизни Какие вопросы Есть Ребята Еще Употребление Это считается Почти А употребление Чего смотрят А на ши Что ли Ну сам Давай рассудим Смотри Конопля Вообще Она классная вещь Она влек Ну в медицинских Целях Как сказать Конопляное масло Вот есть Оно очень Для здоровья Хорошо Ну когда ты Ну смотри Когда ты берешь И начинаешь Ее курить То что происходит У тебя Во первых Память У тебя Во первых Память садится Согласись Память садится Память вообще Улетает Просто Понимаешь Мозги Мозги ты Сушишь Мозги Ну то есть Если ты Вот Накуриваешься Постоянно То есть Что ты делаешь Ты себе Здоровье Портишь Это вот Ты сейчас молодой Сколько тебе лет Ты берешь В кредит У своего здоровья У организма Ты сейчас Как бы Да У тебя 18 лет Это рассвет Но если ты будешь Постоянно дуть Как говорят То через 5 лет Ты уже Никакой будешь А через А через 10 лет У тебя вообще Мозгов не останется Ну как тебе Такая перспектива Много лет употребляют Я не собираюсь Много лет употреблять Нет Ну вот Мне видишь Пока молодой А зачем Дело в том Что время Это быстро бежит Понимаешь И ты незаметно Как бы Незаметно Повзрослеешь А Ну как И не сохранишь Те таланты Которые у тебя Сейчас заложены Вот у каждого Человека Заложено Очень много Талантов У тебя Свои Товарищи Свои У меня Свои Вот И если мы Вот это Ну Ну Наношу Там на спиртное Еще на что-то Будем тратить То Таланты Не останется Таланта Все уйдет Песок Оно тебе Это Оно тебе надо Просто ты взвесь Поразмыслить Вот И соответственно Это А знаешь Что такое грех Вообще Само слово Само значение Слова грех Это Вот когда ты Целишься в мишень Вот перед тобой Мишень Тебе надо В десятку попасть Ну в центр Да А ты короче Выстрелил И попал в молоко Вообще Даже Ну не попал То есть мимо То есть ты промахнулся Это и есть Значение слова Грех Ты промахнулся По жизни Короче Грубо говоря Просто взял И промахнулся То есть закон Ну закон Вселенной Говорит Что вот Ну опять Возвращусь Чти отца и мать Ты такой Да наплевал я на это Не буду их почитать Не буду за них молиться Там Как хотят Так Уйду из дома И через год Только приеду Так Ради того Чтобы там Ну что-нибудь такое Ради эгоистических целей О них вообще не думаешь Все Ты промахнулся Ничего У тебя У тебя Своей семьи Не будет Нормальной А если наоборот То есть ты Почитаешь Почитаешь Ну а лучше конечно Любить еще Это уже От сердца не прикажет Ну как минимум Почитай Понимаешь Как почитать И уже у тебя Твоя личная жизнь Состоится уже Ну как Это здорово же Сейчас мы не говорим О вечной жизни А вот говорим Здесь О жизни В теле Да О жизни Вот нашей земной Сейчас вот ты говоришь Вот я вспоминаю Что сейчас происходит Ну и я приблизительно понимаю Ну да Просто ты Понимаешь Ты немножко Посмотри вперед Немножко посмотри вперед Я же в твои годах Был в твоих годах Вот Я тебе сейчас так скажу 15-16 лет Мне было Немножко помладше Да тебя сейчас Как ты сейчас И мы так же Мы засели Сначала Начинались сигарет Потом Канаше перешли И так далее Вот И смотри А мы занимаем Я одновременно Занимался хоккей с мячом В Омске Я из Омска Вот И такой иду на тренировку Короче Иду И знаешь что И такой почувствовал себя стариком Ну реально стариком У меня одышка Короче Одышка Сердце колет Слабость неимоверная А мне еще 18 лет нету Я сам с собой Ну размышляю И такой Не такой Знаешь Все хорошее Мне прям страшно У меня страх От макушки до пят Мне прям страшно За себя Стало Просто страшно Я думаю Нет Все И вот Я этот момент На всю жизнь Запомнил Я такой Нет Все Вот И перестал Я Ну не сразу Конечно Там Какая-то привычка Остается Чуть-чуть Но я Прям перестал А 18 лет Я уже уверовал Во Христа И так Скажу тебе так Смотри Те ребята Которые Остались Ну Не верующими Да Мои Мои сверстники Их Кто в тюрьме Сидит сейчас А многих Нет вообще На свете Они Вот они Они не слезли С наркоманией Понял Они может Когда-то думали Что слезли Они не слезли Они все сдохли Уже Грубо говоря Ну зачем Это Вот И знаешь Как вот Смотришь На парня На одногодку Ты смотришь На него И он Такой Ну знаешь Как вот Штырит Когда наркоманов Он там Стоит Он стоит Короче Что-то там Вокруг Там Ходит По кругу Ну короче Вот такое Ты смотришь На него И еще на лицо Его смотришь Он старик Стариком Он уже реально Старик Ему Все И ты такой Думаешь Господи А если бы То есть Те его жалко И думаешь А если бы Меня такое Постигло Зачем Это надо Ну как-то так Ну согласитесь Это все Присутствует Вот У нас У нас У меня тоже Много Соленых Всяких Ну которые Соль Китайскую Знаешь Соль Не Я такого Мы Такого не было Когда Мы Вот Была вот Это вот Конопля Короче Конопля Я смотрел на видео Да Я видел Это страшная тема Это очень страшно Так что ребят Ну то есть Есть такой грех Смотри Самоубийство По сути дела Ты себя убиваешь Ну по малу А может Ты не по малу Если ты дозу сильную Возьмешь То ты себя Просто Сразу убьешь А самоубийство А самоубийство Оно Это грех Который Ну То есть Тебе вот Дар Божий Жизнь Это дар Божий Вот тебе Господь Дал Жизнь Через Родителей А ты Такой Да чё Короче Да вот Я чё хочу То и делаю Раз там Дозняк сильный Ну Сделал себе Да И отошёл Сам себя убил И всё И тебе нет прощения Самоубийство Единственный грех Который не прощается Любой Любой другой грех Господь прощает Само Вот Запомни это на всю жизнь Самоубийство Не прощается Любой другой грех Который ты там Промахнулся По жизни Неправильно поступил Господь его простит А почему самоубийство Не прощается Да потому что Ты без покаяния Отошёл Ну то есть Ты взялся Убил И вышел из тела Душа вышла Всё Всё Ты не покаялся Ничего Сам на себя руки наложил Вот А стоя Любой другой грех Можно в нём покаяться И Господь помилует Вот чё Какие ещё вопросы Ребят Есть Нету Спасибо Ну вот Во свете Библии Запомните Вот Посмотрите Вот По На ютюбе Есть канал Там много ответов Вы слышите По жизни Для жизни И так далее А вообще Вот Библия Библия Ребят Это слово жизни Тут все ответы На все вопросы Есть Ну всё Тогда Разговариваем Мы пришли Как врачи В это больное место Сколько мне лет Я сейчас вам Назову паспортные данные Все Вам это ничего не даст Просто пустотой мелите Я Я Лапкин Игнатий Тихонович Алтайский край Город Барнаул Мне 81 год Что у вас изменилось Отношения Отношения к жизни Нет Мне интересно Сколько вам лет И по отношению Скажем так К моему опыту Да у вас нет Никакого опыта Вы моего опыта Тысячной доли Не пережили Не знаете Я всю жизнь учусь Пяти университетов Только Преподавал Регулярно Три программы По радио У меня 38 томов Книг только вышли Это Бог сделал Бог А у вас опыт Какой опыт Я за слово Божие Пять тюрем прошел Лагерь смерти Какой ваш опыт У вас нуль Вам нужно слушать Завтра уже не будет Тут одни только Голые мужики И бабы И сидите тут Трясетесь Умрешь Куда душа пойдет Вот один вопрос Сатана замазал Ничего не будет Лопух на могиле Нет Души просто не существует Не существует Не существует Все А когда Я сейчас Мы с вами расстанемся Вы зарядите Такой ролик есть Интервью с дьяволом 12 минут Там в лесу И он спрашивает Дьявола Какая самая большая Победа ваша Он говорит Я сумел доказать Что меня нет Вот и все А я сумел доказать Что Бога нет Вот смотрите Вот эта книга Так В ней Есть Ну в ней 77 книг Ага Псалмопевец Давыд 3000 лет написал Псалм 13 Сказал Безумец В сердце своем Нет Бога Они развратились Совершили гнусные преступления Нет делающего добра Нет ни одного Вот и причина Делающий добро Идет к свету А делающий зло И ненавидит свет А есть книга Бог как иллюзия Там тоже написано многое Вам это не надо Книги эти Умирать будешь Тебе не надо будет Почему? А потому Что там только Христос и суд Божий В школе учились Вспомните Стихотворение Лермонта Михаила Юрьевича На смерть поэта Есть Божий суд На перстнике Разврата Есть грозный судья Он ждет Он недоступен Звону златой Мысли и дела Он знает наперед Ну я не думаю Что Лермонтов Был свидетел А думать не надо Это его стихотворение Зачем за него отвечать Он ответил за себя Ну вы же за него Вы же его цитируете Я показать вам Что сегодня На земле 2 миллиарда 200 миллионов христиан 2 миллиарда мусульман У них другая книга Они считают это Сейчас мы с ними разговаривали Неверующих 8 процентов всего Неверующих Это сатанисты Там разные все эти Но на них падает 99,9% всех преступлений мира Ой нет Это преступники Как нет Французский философ Монтень говорит Отрицать Бога У гроба близкого человека И под звездным небом Может явный идиот Или явный преступник А по статистике Если мы обратимся к статистике Я статистику вам называю Статистику Откуда это Статистика сегодня показывает В первые 3 года После женитьбы 86,5% развод Эгоизм задушил все Вот и все А мы строим православную деревню У нас нельзя пить, курить, материться, воровать Ни одного аборта Ни одного развода Ну потому что мало людей Мало людей? Не в этом дело Если мало Значит оно много Много ничего не меняет Ну меняет количество Нет, не меняет Когда мне пришлось быть В трудных обстоятельствах По тюрьмам Мне приходилось Всюду везде Свидетельствовать о Боге Утром привезли в тюрьму А вечером уже Вся тюрьма слушает Ну почему она слушает? А потому Потому что истина сияла свет Нет, потому что вы Психически нездоровый человек Понимаете, нет? Вот если зашел я в камеру А шконки Это кровати Всего только 25 на 75 человек Дымино ничего не видно Я зашел в камеру Перекрестился Мир дома сему Зашевелилось Подошел человек Кто? Вор в законе Огромный деятель Отец По какой статье? Я говорю 190 прим А что это такое? Мента грохнул Я говорю Нет, это 190 Это 190 прим Политическая статья Распространение Заведомо ложных измышлений Порощащих Общественных Государственных Строй Советского Союза Я брал интервью Репрессированных И насчитал 50 книг Из них Архипелаг ГУЛАГ Ох Теперь вечером Он нашел Три человека Которые не курят Тщательно моют руки Я им даю Новый Завет Библию Ни один не закурит Два часа Камера открывается Охранники С двух этажей Стоят у дверей Я только первый день Почему? Бог Слово свое Донес до людей Следователь мой Обратился Начальник тюрьмы Умер по-христиански Как сейчас пишут Не сотни тысячи Преступников Стали на истинный путь Вы не можете понять Что Бог живой Он Берет сердце Человека Я в 23 года Библию получил только А мне Бог Столько в жизни давал Я одновременно Вел занятия Только Только В пяти университетах Так И ни разу не позволил Себе Пара часов идет Поставить стакан воды А тут только И хлюпает И хлюпает И у меня На занятиях Там и КГБ И кого только нету Ни один рта Не раскроет Потому что Истинно Я даю статистику По каждому вопросу Статистика Это немножко другие вещи Но Я как психотерапевт Скажу честно Что у вас Немножко Такой комплекс есть Знаете Что за комплекс Вам не надо судить Вы никто Вы меня судите Меня судили Ничего не нашли Комплекс Вера есть Слов этих Не придумайте Вы думаете Сейчас Я еще вам говорю Иисус Христос Умер за грехи людей Ибо так Возлюбил Бог Мир Умер Умер Вы не признаете А живете В христианской среде Какой год сейчас идет 2019 А первый год От чего пошел Ну Это просто Не надо Не надо От чего пошел Первый год Как считается От якобы Смерти Иисуса Христа Да не якобы От рождения Иисуса Христа Ваши знания Мизерные Дальше Сегодня день Называется как Еще не слыхал Воскресение Язык не поворачивается Дьявол связал Язык Воскресение Иван Воскрес Корень Иен Супикс Смотри сюда Вот это у меня книга Ты знаешь как она называется Нет Считай Бибания Библия Это Библия И из нее мы узнаем Что Иисус Христос Родился 2019 Лет назад И умер За грехи людей И воскрес Слово воскрес Сегодня воскресение Это вообще Сего день Так называется И будет суд Божий И на суде Божьем Господь будет Определять Кому идти В ад Кому в рай Кто будет веровать И креститься Спасен будет А кто не будет веровать Осужден будет Ты поэтому Позаботься о себе Родителей не огорчай С дурными товарищами Не водись Сходи в храм Божий Сходи на Испанию Батюшки Там Если у вас есть Православная церковь Никуда больше не ходи В церкви у нас Достаточно Для спасения всего И таинства Тебя как зовут Павел Павел Правильно Павел Это означает Севрейского Малый Малый Ну небольшой А меня зовут Игнатий Тихонович Лапкин Город Барнаул Вот Мы сюда Мы в 81-й год Набрать Во свете Библии Игнатий Лапкин Это я Ютуб канал Открылась? Там что Какая картинка есть? Там должно показано быть Сколько подписчиков Сколько там? 43 43 800 И общая посещаемость 44 миллиона Потому что у нас Не игровой Ютуб Все серьезное Мы деревню строим Православную Все учителя верующие У нас никто не матерится Не курит Не пьет Своим трудом живут Ты можешь теперь Ну зайти И по каналу Посмотреть А можешь на меня выйти Через Скайп Игнатий Лапкин Я один с этой фамилией Я там все ресурсы Могу скинуть Вам будет очень интересно Я тем более Начальник детского лагеря 45 лет был Могу многие материалы Показать С дурными товарищами Не водись Никому в дом Не заходи Потому что Дети часто теряются Тебе сколько лет-то? 15 15? Ну ты уже большой Будь аккуратнее Потому и родители Тебя будут благословлять Пойдешь, скажи Благословите Не пей Не кури Не надо Я один раз попробую Не надо Туда подскользнуть Все легко А выйти очень трудно Конечно Христос помогает Но лучше не искушать Бога Вот Если будет желание Встретиться Мы еще можем встретиться Вопросы есть какие-нибудь? Почему тебя на канале Очень много видео За один день Да У нас 18100 Этих роликов На все темы Там Как я в университетах Вел занятия В детском лагере Миссионерская поездка Как в храме молимся Как рыбачим У нас все фиксируется Простые такие Незатейливые Небольшие Есть и большие ролики Занятия По два часа Даже больше Ну все тогда Павел С Богом Храни тебя Господь Для Царства Небесного Сходи в храм Исповедуйся Господь Да благословит тебя Надо сделать здесь Больше добра Чтоб Пойди к Богу Ценности Я не вижу здесь на земле Вообще У нас Для нас Одна единственная цель Это Чтобы мы правильно говорите Делать добро Исполняя заповеди Божьи То есть например Господь не убей Не убивать Не пролюбодействуй Он не должен К чужой жене Прикасаться Например Не украде Он не должен Красть Вот даже есть Наигладейшие заповеди Это Господь Возлюбей Господа Бога Твоем Семь сердцем Семь разумения Твоем Все и душуются Глупости сказали Не укради Не воруй Не сказали Это же глупости Правильно Какие Какая глупость Не укради Сказали В Библии написано Не укради Написано Но не воруй Не написано Это же синонимы слова Конечно Конечно Я считаю Украсть надо У богатого И бедного Отдать За это Две Бог Не накажешь Нет А в заповеди Боже Это не оговаривается Украсть У кого-то Написано Не кради Все Не кради То есть Ни у кого Не убогатый Не бедный Не дадут Господь Взять Не отдать Свою Какой самый Такой грех Который не смывается Не смывается Не раскаянный грех Когда человек Законит Жить Своё самоубийство То есть Наложил на себя руки Сам А он Жизнь прекратил Вот этот За этот грех Даже Церкви Его не отпевают Потому что Он сам себя лишил жизни Все остальные Господь прощает Все остальные Ты откуда друг Я сам С города Барнаула Алтайский край Барнаула Алтайский край Понятно Я еще Просто Дальше Есть Да нет Я не отключаюсь Я просто хотел вас Стихотворение Будете послушать Стихотворение Да Стихотворение Божественное Послушайте Да И был такой поэт Никитин Иван Савич Это жил В 19 веке И вот он Написал Называется Новый Завет Меня хорошо слышно Да Хорошо слышно Я с наушниками Попробую Где-то Если будет Лучше слышно А чтоб эхо не было Наверное Или слышно Или слышишь Да Хорошо слышно И как раз Эхо нету Вот у него есть Такой Стихотворение Новый Завет Называется Написано так Измученный И цель И цель И конец И вечного Сына Рождения И крест И тернового Венец Как сладко Читать эти строки Читая Молиться В тиши И плакать И черпать Уроки Из них Для ума И души Вот такое чудное Стихотворение Написало Да Послушай Я знаю Что хотел спросить А ты священник сам? Нет Я простой Мирянин Прихожанин Обычный Православной церкви Я тоже Стараюсь Почаще В церкви Приходить Но не получаете К сожалению Я знаю Как считаю Вот что хотел Стихотворение Как твоё мнение Вот я Батюшку Не верю Вообще Самого батюшку А почему? Знаешь почему? Почему? Потому что батюшка Деньги зарабатывает Батюшки Так просто Не видишь Как они пируют Как жируют Почему так? А люди бедствуют Почему? Я вам отвечаю Я Я церковь верю Крест верю Бога верю Но батюшку не верю Я знаю батюшек Просто они бандиты были Сегодня они в церковь пошли Отмирают свои гроты И пополняют Свои карманы Начиная с Кирилла Начиная Заканчивая Нашего батюшки Бессариона Наш батюшка Вообще С пистолетом Ходит по себе Это разве батюшка Смотрите Мы Вот я например Православный христианин Мы вот Если ты Вы решили Что соблазняешься На каких-то батюшках В храм все равно ходить надо Потому что Это заповедь Господь В храм я хожу Это храм Я вам сейчас поясняю В храм пришел Молиться Ты пришел к Богу Даже не к священнику пришел В первую очередь Ты пришел к Богу Но Господь Господь Установил иерархию Тут уж ничего не сделаешь Если вас соблазняет Какое-то священие Которое Как говорится Вы считаете Что он какой-то грех У него там есть Тогда вы можете Другого какого-то найти Но без священника Нет спасительных Семь таинств Это исповедь Причастие Там Это Венчание Тело и кровь Христову надо принимать Чтобы иметь жизнь В себе Вещь к вечности Чтобы духовно Ты мог Это говорится Трудиться для Господа Иначе ты умрешь Духовно Помрешь Потому что Одна вера Мало Потому что У апостола Яка написано Вера без дел То есть Ты должен трудиться Ради Христа Делать для Христа То есть Добрые дела Во имя Христа Должен делать Не для себя А во имя Христа Да я знаю Знаешь Нету Допустим Ты всю жизнь Молишься Всю жизнь Допустим Церковь ходишь Но Бедный Проходит И ты ему не помог Это твои молитвы Ничего не помогут Конечно Да Потому что В Библии так написано Притча 28.9 Кто отклоняет ухо свое От слушания закона То есть Господь-то заповедует На милосты и подавать В Евангелии мы читаем Того и молитва мерзость Проси святы Зная о западе Божии И калийца не присутствует То что тебе Господь говорит Исполнять его Святые западе И молишься к нему При этом Господь говорит Я отклоняю твою молитву Потому что ты Не исполняешь Мои западе Мое слово То есть Нужно и молиться И в то же время Творить милостыню Делать добрые дела Конечно Что-то сделать добрые Делать Просто я знаю Что я очень много Пережил Друг мой И Ну По сравнению Сейчас Своих годов Короче И вижу Люди Бардак В мире Происходит Дьявола Очень много Здесь Короче Вот смотрите Я вам пример Проведу Наших православных Общин Я в городе Барнауле Жил Но у нас две Общины Одна в Барнауле А другая У нас в деревне Православной Строится Где нельзя Не пить Не курить Не материться Не воровать Не лгать У нас прямо Написано Как в приезде В деревню На территории Деревни Курить Запрещается То есть У нас это Грех Потому что То есть Пускай там За территорию Деревни Курить Но только Не на территории И вот я вам скажу Как у нас У нас Никакой торговли Нету То есть У нас Прямо В уставке Никакой торговли Храме не должно быть Но у нас Включена Святая Десятина Это в Библии Так написано Мы должны Платить священнику Святую Десятину То есть Десятую часть От заработано Тобою Твоими руками Которую ты заработал Десятую часть Чтоб он На этом мог жить А все остальное Таинство Свечи Все это Должно быть Бесплатно В церкви То есть Вот такое Господь Устроил Установление И вот Господь нам По милости Своей дал Священника Епископ Который все это Благословляет И это Не препятствует нам Жить По заповедям Божьим Я еще Также вам Хотел посоветовать Если у вас Желание будет Зайти У нас есть ресурсы Наши православные Вы как раз Там много Для себя можете Полезно почитать Посмотреть Послушать У нас есть сайт В интернете Можете записать Если вам интересно Конечно Я сейчас Не свободу Просто физически Найти Это Но хотя бы Запомните Запомните Во свете Библии Игнатий Лапкин Это основатель Вот этих Как раз ресурсов Православных Христианин Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин И вот это Запомните Во свете Библии То есть Как бы Исходящий От Библии Свет Во свете Библии Это так и ресурсы У нас называется Это сайт Форум И канал То есть Все три ресурса У нас канал На YouTube Еще есть Вот там как раз У нас на канале Чем он интересен В том что Мы записываем Наша жизнь Православная То есть Все выкладывается Уж как говорится Хорошо или плохо Это говорится Господь рассудит Потом Беседы по скайпу Мы с людьми беседуем Человек уходит по скайпу Задает вопросы И вот такие беседы проходят Вот как с вами сейчас То есть Ну много интересного То есть Много для себя полезного Там возьмите Беседы у нас У нас Не только беседы А занятия ведутся То есть Мы изучаем Библию По толкованию Святых Отцов Святой Церкви Как Ян Златоуст Блаженный Фифилат Истолкователь То есть Не своим умом А как Святым мужем Который Господь дал Разумение Писаний Истолкователь И вот у нас Этим мы Как раз Живем Чатрулетку У наша Единственная цель Мы сюда заходим Для благовестия То есть Людьми Побеседовать о Боге Что вот этот Разрад Содом и Гамора То что здесь Творится Лишь сами видите Что тут Молодежь Здесь вообще Что происходит Что за это За все Господь будет Взыскать с людей Что за все Придется отвечать Господь говорит Если не будет Проповедующего Как они услышат Откуда вера Появится А в апосте Павла написано Вера Ослышание Ослышание От слова Божия То есть Правильно веру Человека появляется Когда он слышит Святую Библию Вот смотри Я тебе скажу На собственном Тебе время же есть Я скажу На собственном Опыте В детстве Я в Абхазии Живу И после войны Слышал Что война Здесь была Ну да Слышал После войны Бедное детство Было Но для меня Если честно Вообще Финансовые возможности Никаких Нет смысла Финансовым Я духовно Стараюсь Жить Стараюсь Ну На хлеб Чтобы я сытый Был Все Мне больше Ничего не надо У меня Одна цель Жизни Для меня Один У меня все есть Короче Не финансовые Возможности А Ну допустим У меня Одна цель Короче Одним словом Что хочу Это поколение Оставить После себя Мне 30 лет Я не женатый К сожалению А мне 41 Я тоже Женатый Мне 41 Я тоже не женатый А ты жениться Не собираешься У меня попытки были Но Господь преграду поставил Я считаю Что это от Бога Чтоб я жил Для Господа То есть Благовесство Уходил Делал добрые дела То есть Я за эти цели Эту не ставлю Чтоб в жизни Вот здесь Вот земной Оставить какое-то Поколение После себя Я знаю Что Главное Спасти душу Это главное То есть Самое главное А второстепенно Лучше Как Господь Но если он даст Жену Значит Женюсь Если не даст Значит Так проживу Один То есть Я конкретно Такой цели Для себя Не ставил Ну что У меня Я раз один Я много Помогаю Бабушкам Помогаю Одиноким Женщинам Там Старикам Помогает Которые Немощно Не могут Сами Физически Что-то Делать Я вот Сам Например Сейчас Я в городе Нахожусь Зимой А в деревне Когда жил Раньше Я там Постоянно Ходил По Одиноким Людям Помогал Им Там Где Например Пол Сделать Дрова Наколоть То есть Ну вот Такие Деревенские Работы Все Делают Да Я Знаешь Знаешь Что Говорю Я Очень Много Почему А Еще Один Вопрос У меня Вот У меня Друзья Все Погибли Которые Знаешь Которые Жить Хотели Такие Молодые Такие Хорошенькие Там Кто-то Ваварии Умер Короче Ну В основном Ваварии Умирают А почему Демоны Живут Как будто Такое Ощущение Что Они С дьяволом Заключили Договор Вот Нехорошие Люди Которые Воруют Которые Наркоманы Ширку Делают Себя Губят И Свою Родню Губят И Общество Губят У нас Большая Проблема В этом Как будто Такое Они Не Умирают И у них Все Ништяб Почему Это Такое Ощущение Что Они С дьяволом Заключили Договор Он Когда Уходится Дьявол Превращается Почему Так До Конца Все Судеб Человеческих Она Только Знает Один Господь Вы С этим Согласны То есть Мы Это Не Можем Почему Человек Умер Например В молодости Бывает Бывает Человек Живет До 80 Лет И Курит И Пьет И Однако Он Живет Еще Потому Что Написано Господь Долго Терпелив То есть Бывает Человек Умирает Молодой Он Был Верующий И В Библии Так Написано Чтобы Он В дальнейшем Не Развратился Господь Его Восхищает Из Этой Жизни А Бывает Человек Грешит Даже Чашка Грешит А Господь Его Долго Терпит Или Он Знает Господь Что Он В дальнейшем Все Таки Покается Перед Богом Свои Греха Или Господь Просто В этой Жизни Ему Дает Прожить А в Будущем Он Уже Будет Сатаной Вечности Мучиться В аду То есть Господь Как бы Ему Может Он Какие Добрые Дела Делал И Господь Ему Еще За Жизнь Его Продлевает Как бы Дает Ему Здесь Еще Пожить Немножко Но Это Не Значит Господь Поощряет Грех Нет Конечно Просто Господь Милостивый Бог Есть Любовь Он Милостивый Он Проявляет Милосердие Он Все Как написано В Откровении Господь Говорит 3.21 Все Стою У двери Если Кто Услышит Голос Мой И Отвори Дверь Войду К нему И Буду Вечерять С Ним И Он Со Мной То есть Войдет В сердце Человека То есть Он Постоянно В наше Сердце В течение всей нашей Жизни Стучится Говорит Покайся Обратись Ко мне Человек Там Например Болезнь Какая Он Говорит Господь Ко мне Меня Призови В помощь Мне Господь Все Рима Стучится Умер Кто Господь Опять Тебе В сердце Ты Бессмертный Покайся Обратись Ко мне То есть Все время К неверующим Стучится Ну и К верующим Тоже Если Они Грешат То есть Господь Долго Терпелив Только По этой Причине Господь Милостивый Вот Если бы Господь По моим Грехам Если бы Он Меня Не терпел А я В Богу Пришел К вере 26 лет Только Меня Давно На земле Уже Не было А Господь Проявлял Милость Терпел И они Мне дали Руки Библию Я стал Читать И осознанно Встал На колени И рассказал В своих грехах Все что у меня Было Блуд Пьянство Единственное Господь Сохранил Это от курения И матерков То есть Вот это Я почему-то Терпеть не мог И курение И матерки То есть У меня Как-то С детства Уважение К старшим Было Я не мог Себе позволить Чтоб Человека Обматерить Еще что-то Сделать У меня Такого Ну все Бог помощь вам Спасибо тебе большое Спасибо Взаимно Как вас зовут Чтобы помолиться За вас Меня Стас зовут Стас зовут А меня Владимир Святослав Крещенное имя Насколько я помню Если честно Ладно Буду молиться Будьте здоровы Ну все С Богом Спасибо Слава Богу Спасибо Видимо Есть мир Невидимый Огромный мир Он еще Называется Вот Мы туда С вами Попадем Слышим Добрый день Здравствуйте Я православный христианин И в чат рулетки Рассказываю людям о Христе Которые желают послушать Если кто не знает Конечно Я мусульманин Вы мусульмане Ну вот я Сегодня Как раз узнал Что в вашей книге В пятой суре В 47-м аяте Вы читали сами Свою книгу Там говорится О людях писания О нас О христианах Там Инжил У вас называется Переводится У нас Евангелие И в вашей книге Сказано Что Чтобы люди Эти писания Жили так Как написано В этой книге Инжил Евангелие Там и я Дальше Иса И вот Мы по этой книге Христиане Православные Живем Библия называется И об этой же книге В вашей священной книге Говорится Чтобы люди Жили по этой вот Книге И в этой книге Написано В нашей Библии Что Христос Воскрес Был на кресте Страдал Умер За наши грехи За грехи Всех людей И верующий В него Тоже воскреснет И будет жить Вечно В вашей религии Также Вы верите В загробную жизнь Что Есть Ад Рай Вот Но В вашем учении Говорится Что Иисус Христос Христал Это пророк И что Он взят Был живьем На небо Что он Не умирал И не воскресал Так И это правильно И вы в это верите А вы не верите А я не верю Я верю Что Он был Распит Хорошо 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 Я вам сейчас И воскрес Простой Давайте Можно Можно А почему А почему Тогда То что вы говорите Его повесили На крест Да И так Замочили До смертного Номер Так же И поэтому Крест Да Христиане И это правда По вашему Конечно Правда А по вашему Это неправда Почему Вы в это Не верите Смотрите Это был Тот человек Который Всевышний Делал И Бомжи То есть Как бы Сделал На него Похожий Человек На Иисуса Иисуса Все мусульмане Любят Уважают Нарок Да Возговоров Нет А просто В христианстве Как бы Вы считаете Что это Сын Бога Правильно Да А почему Вы говорите Бог един Да Он един Мы Мы говорим Он его сын А кто тогда Его жена А кто тогда Его отец А кто мать Понимаете Бог есть Дух Он Он У духа Нет ни жены Ни матери Дух Бог есть Любовь У любви Не может быть Ни жены Ни матери А сыном Он называется Иисус Христос Сыном Сыном Божием Я вам сейчас объясню Но вы по плотски Рассуждаете Но Дети Божии Вы же тоже Себя называете Детьми Божиими Если вы в Аллаха Верите Верующие Есть верные Неверные Верные Это дети Божи А неверные Дети Дьявола Мы не говорим Что мы его дети Мы не говорим Мы его дети А кто вы Мы говорим Что он Он нас создал Он нас создал Но он вас любит Как отец А вы ему подчиняетесь А вы подчиняетесь Из-за любви к нему Или из-за страха наказания Здесь вопрос С заднего Есть 50 Будешь любит Будешь достойно Умираешь достойно И пойдешь туда Враг Где там Можно жить И настоящий Жизнь Как говорится Вообще-то После смерти Понимаете Если он тебе Он тебе создал Он тебе дал Все А ты не Как он сказал Так Ты за этим Ну за этим Будешь отпечатать Конечно И вам И нам И всем Нет Мы просто назваем Его Бога Мы называем Бога Или Алаха Нет Нет Дорогой Но в вашей же книге В 5-й суре Вот 47-й 66-й 67-й Аят Говорится О Евангелии О Евангелии И что нужно Поэтому Евангелию Жить А в Евангелии Как раз написано Что он Иса Умер И воскрес Так у вас Противоречие Получается Я у одного Попа Дениси Спросил Я сказал Почему Это было Еще месяц Шесть Семь Назад И почему Вы креститесь Тогда А он Реально По Бородам Ну как Как обычно Все Входит Он Сказал Когда В колодец Кинули Попросили Потому Как бы Мы сижили Он Сказал Что Корова Влезет А плечи Корова Живот Влезет А плечи Не влезут Выброс Он Не Так Отлетел Ну Я Не знаю Может быть Поп Неверующий Он Попался Да Нет 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 Мы Христиане Почему Крестимся Потому что На кресте Сын Божий Иисус Христос Победил Дьявола То есть Он Своей Смертью Крестной Разрушил Дела Дьявола Дьявола Он Воскрес И Теперь Дьявол Не Не Имеет Власти Какого Дьявола Ну Падший Ангел Который Мы Я Проповедую Что В вашей Книге Написано Как Евангелие Так Вот Я Библию Проповедую Как А Как Ваши Написано Там На Шесть Столетия Позже Появилась Ваша Книга Чем Наша Понимаете Позже Да Естественно Наша Появилась После смерти Пророку Мухаммеда Совершенно Верно Да 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 И ваш Учитель Говорит Что Нужно Жить По Евангелию 5 Сура 67 По Евангелию А в Евангелии Сказано Что Христос Воскрес А Если Он Не Воскрес То И Мы Не Воскрес Он Никогда Он Был Живым Человек Обычным Человеком Он Был Обычным Человеком Вы Сейчас О ком Говорите Подождите А Пророки Вашим Или Нашим Да Нашим Мухаммедом Говорит Потому Что Вы Говорите Он Сказано Надо Жить Так Книги Правильно Нет Ну Ваши Книги У вас Есть Собой Это Ваша Книга Собой Она Есть У вас Что У вас Дебрение написано Почти 90% До Наши Райни Пис Да Ели Знает Почти Всем Кажется Вот А В Евангелии Написано Что Когда Он Воскрес Вернее Когда он Еще не Воскрес Его Положили Во Гроб Поставили Стражников А Когда Ученики Христову Пришли Вернее Даже Тогдашний Попы Так Скажем А Он Ж Воскрес А Они Поставили Стражников И Они Говорят Ой А Как Сейчас Весь Народ Уверует Что Он Воскрес И Дали Им Денег Стражников И Сказали Что Вы Скажите Что Вы Спали И Тело Украли Ученики И Они Взяв Деньги Так Все Мы Сказали И Многие Уверовали В эту Ложь Что Тело Украли И Вы А Вы Верите Что Он Был Взят С Креста Живьем На Небо Нет Этого В Евангелии В Евангелии Написано Что Он Умер Воскрес Его Положили Во Гроб И Во Гроб Он Воскрес А Потом Являлся 40 дней Ученикам Еще Воскрес И Они Тоже Не Верили Удивлялись Вот Мы В Это Верим А Если Христос Не Воскрес То Мы Еще Во Грехах Значит Он Умер За Наши Грехи Понимаешь Мы Так Верим За Грехи Всех Людей Сам Бог Любовь Он Отличает За Свои Грехи Никого 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 Это Вы Так Считаете Наш Бог Есть Любовь Вот Смотри Допустим Дорогой Если Тебя Было Судить Ситуация Тебя Приговорили К смерти Допустим За Какой То Проступок Мы Можем За Меня Вас Конечно Ну Как Ты Знаешь Что Есть Там Взял Всю Вину На Себя Вот Христос Конечно Могут Если Я Приду И Скажу Он Не Убивал Так Я Вину Я Твою Вину Возьму На Себя Скажу Он Не Убивал Это Я Убил Понимаешь Я Вместо Тебя Ся Меня Убьют А Ты Будешь Дальше Жить Я По Любви К Тебе Поступлю Или Нет Вот Это И Есть Высшая Любовь Христианская Нет Высшей Любви Чем Кто Душу Свою Положит За Друзей Своих Нет Неправильно Нет Это Сущий Воплот Да Отец Бог А Мать Его Дева Мария Была Девственница Мы Так Дух Святой Нашел На Деву Марию А У вас Вашей Книге Написано Мариам Мариам Иисус Христос Бога Человек То есть Отец У него Отец Иегова Сущий Он Переводится А Мать Его Вот Ну Он Воплотился Просто Чтобы Мы Его Увидели Бога Творца Вселенной Вот Он Принял На Себя Образ Раба Образ Человека Человека Просто Ставливайтесь На Равнение Всевышнего Понимаете Нет 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 Он Всемогущий Он мог от Девы Марии Воплотиться И стать Человеком И жить Как человек Умереть За наши Грехи Вы Воскреснуть Для того Чтобы Мы Тоже Воскресли Так Вот Мы Верим Нет Нет А Как А Как А Как А Как Вы За Свои Грехи Отведите Возвездие За Грех Смерть Бог Не Мог Отвечаем За Свои Грехи А Он Только Наш Корот Он Молится Только Всего И Молится Чтобы Всего Простил Наши Грехи Но Каждый Отвечает За Грехи Но Тогда Смысл Тогда Смысл Если Он Всем Простит Ваши Грехи Я Знаю Что Он Простит Я Буду Дальше Грешить Он Не Простит Тебе Придется Отвечать За Это Каким Образом Даже Обычно Ну Как Он Чего Так Присупление 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 Такая Жить Такая Жить На Хорошо Ты Грешил Я Греш Мы Все Греш Тогда Ты В Аду Будешь Гореть Ты Будешь В Аду Гореть Если Ты Говоришь Что Никто Вместо Тебя За Твой Грех Не Ответит Ну Ты Ответишь Скажи Да Я Виноват Прости Меня А он Я Не Прав Я Не Прав Я Не Прав Я Не Прав Говорит Нам Не Надо Это Только Всевышний Прощает Всевышний В рай В рай Он же Грешников Я Хочу Если Даже Я Хочу В рай Если Я Греш Силь 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 Если Даже Не Ответит От Допустим Я Хочу В рай Он Все Равно Ответит От 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 Потому Что Его Решение И Никто Ни Один Человек Не Может Ити Против В Ворь Никто И Никогда Мы Не Здесь Ни Там Мы Только Мы Услышать После Смерти Увидеть Мы Его Никогда Не Ни Никто Что Иисус Христос Умер За Наши Грехи И Воскрес Для Нашего Оправдания Поэтому Жить Надо Для Бога Не Для Себя Как Эгоисты Да Здравствуйте Как Тебя Зовут А Как Вы Объясните То Что Кто Там Ной Прил В Северной Америке И Как Он Там Пингвинов Нашел Две Пары За Три Дня Ну Что При Чем Тут Пингвинов Надо Думать Где Наша Душа Будет После Смерти Сегодня С Богом Примириться Надо А я Пингвинов Буду Заниматься У У Меня Две Голубят Мне Мне Достаточно Этого Но У Ноев Ковчег Он Был Северной Америке Где Он Там Пингвинов Нашел Но Сейчас Не Ничего Лишнего Не Говорите Где Было Что Написано Библией Все Точка Поставлено Пингвины Где Были Мамонты Теперь Начинают Динозавры Питихантропа Австралопитеки Теперь Начнем Собирать Христос Умер За Нас Любовь Его Безмерно Велика И Надо Покаяться И Жить Для Бога Хорошо Будем Жить Для Бога Да Именно Так Собирать 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 Господь Бог Творец Неба И Землю Дал Человек Свободу